Мир всем? Мир всем! Мир всем! Сергей, назови, пожалуйста, в какой главе мы находимся и стих. Сейчас будем философско-политические учения и государственные системы читать. Вообще книга Откровения, 20 глава. Шестой стих мы прочитали до шестого стиха. Вставка такая, а потом седьмого. Возвращайтесь в удобной сетке. Полагайтесь. Да. Игорь-то много летает за стул. Летает там проведущий сеток. Потом читает там два-три сетки. Уже всегда там читают. Две сетки там устали. Игорь-то много летает. Помолимся. И очистен от всяких сверху, И спаси благослови нам. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево. От истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер. Согласие в любви и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Твоему Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Философско-политические учения и государственные системы. Идея создания идеального и совершенного царства на земле двигала во все времена великими завоевателями и понятизывателями государственных систем. Причем, как правило, эти вожди были не просто носителями государственной власти, но и власти религиозной и духовной. Включения этих вождей носили не просто политический характер, но и религиозно-мистический. Сами вожди зачастую в той или иной форме почитались богами, считались непогрешимыми и всемогущими. Царства их считались началом нового, грядущего, всесовершенного царства истин, блеска и славы на земле. Корни учения этих вождей, как правило, уходят в тайны, в мистические оккультные масонские круги и там, теряясь, исчезают от внешнего наблюдения. Так преисподняя бездна устрояет свое царство на земле, пока в высшей форме все это не осуществится в царстве антихриста. Пока бездна не открыта, но запечатана, миллионы людей рукоплещут великим правителем и одержимы идеей светлого и великого будущего царства, безумно устремляются за своими вождями, устремляются в бездну, думая, что идут к свету, жаждут несказанных наслаждений, а пожинают невыразимые мучения. Таковы были древние государства. Египет с его фараонами и жречеством, Ассирия, Вавилон и Персия с их императорами и культами, греко-македонская империя Александра Великого. И действительно тысячелетнее Римское царство. Таковы и два великие государства Востока, Индия и Китай. Не прекращаются эти попытки и с утверждением на земле христианства. Укажем только на некоторые попытки установления такого царства. Известно, что царство Чингисхана было принято за царство пресвитера Иоанна. Очевидно, усиленная попытка в 12 веке уничтожить православие. В Западе разгромные походы крестоносцев. С востока монголо-татарские орды изнутри, между усобицами. Все эти события являются не просто рыцарскими историями, но и конкретной борьбой с тайной беззакония царством Христа. Можно вспомнить и другие великие империи и их создатели. Так грандиозная империя создана походами великого Тимура в 1370-1405 годах. Империя великих монголов в Индии создана внуком Тимура Бабуром в 1526 году. Возможно, что Бабур был в определенной связи с тайными учениями Индии и Тибета. В 19 веке на Западе попытку создания всемирной великой империи прогресса предпринял Наполеон Бонапарт. 20 век дал ряд грандиознейших попыток построения такого царства самых разных, внешне даже противоположных позиций. Миллионы людей устремляются со своими вождями в безумном ослеплении, стремясь построить свой новый мир. И жестокие уроки, которые преподнес 20 век этим несчастным миллионам, не вразумляют людей. «Вавилонская башня строится, здесь мудрость, имеющий ум, разумеется». Несколько примитивно, но особенно ясно учение о светлом будущем человечества на Земле раступает в философии утопистов. Термин «утопия» буквально значит «место которого нет». Так, термин «утопия» часто и правильно выражает стучность этого учения. Но к этому месту устремляются лучшие умы целые народы. Предпосылки утопического учения можно найти уже у нескольких писателей древней Греции и Рима, у средневековых еретиков в программах некоторых крестьянских вождей средневековья. Систематическое развитие утопизма начинается в эпоху Возрождения и Реформации. Т. Мюнсер, 1490-1525 года в Германии, Т. Мор, 1478-1535 годы в Англии, Кампанелло, 1568-1639 годы в Италии. Интересно отметить, что учение монаха Кампанеллы было не только политическим, но и религиозно-мистическим, связанным с магией и астрологией. Дальнейшее развитие утопизм получил в трудах Джемелье в 1664-1729 годах. Атеиста, всю жизнь служившего священником, всю жизнь обманывавшего своих прихожан. Г. Мамбли, 1709-1785 года. Морелли, 18 век, Г. Побера, 1760-1797 года. И последователей Д. Чинстейнли, 17 век, участников диссидентских секций в Англии. Особое развитие утопизм получает в трудах Сен-Симона в 1760-1825 годах, Курье, 1772-1837 годах, и Ауэна, 1771-1858 годах. В дальнейшем утопические идеи перерастают в трудах классиков марксизма-ленинизма в учении о коммунизме. 20 век показывает нам бомбу многих миллионов за светлое будущее в виде коммунизма. Чему же это фактически приводит? Говорят, сами события. Еще одна великая и страшная попытка 20 века утвердить идеальное царство. Это фашизм во главе с Гитлером. Известно. Наталья, микрофон выключите у сада. Известна связь Гитлера и его рейха с масонством и тайными учениями Тибета. Символ фашизма – свастика. Это не только древний знак солнца, но и сломанный со всех концов крест. Мистическая основа фашизма, прорывающаяся временами в откровениях Питера, уходит корнями в Тибет. Кстати, свастику, вернее ее обратное отображение фюрер взял оттуда. Были даже строго засекреченные экспедиции Третьего рейха в Тибет, характер которых… Вот лишь несколько штрихов о скрытых пружинах, двигавших государственных и политических деятелей разных эпох и определявших их учения. Горящие массы находятся внутри земли, но временами вулканы извергают. Сатана и силы его заключены Христом. Безму, но бывают землетнесения… Наталья Усатова, выключите микрофон. Предтечи антихриста репетируют построение его царства и фундамент закладывается. Далее цитата Второй Фессалонтийцам 2.7. «Тайна беззакония уже в действии, а люди одержимо бегут навстречу светлому будущему, в утопии бегут к месту, которого нет». Вопросы? Так, дальше заголовок «Оккультизм» и «Теософия». Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-10 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, «Все это дам тебе, если послонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана». «Ныне эта тайна все более и более раскрывается, шире распространяются элитерические знания, завоевывая умы и сердца людей». «Вне лона истинной церкви люди теряют всякую способность распознавания, развлечения истины от лжи, света, тьмы». И вот среди прочего «Оккультизм» и «Теософия». «Оккультизм» от латинского «тайный теософия» – греческое «богопознание». Здесь имеется в виду ложное богопознание тайных объектов и их эзотерические учения. «Скрывают широкую дверь для тонких прелестей». «И многие входят этой широкой дверью, многих она манит». «Снаружная дверь все более распахивается для людей, внутренние же двери уволят непосредственно в глубины преисподней». «И наоборот, через оккультизм и теософию преисподняя строит антицерковь и в конечном счете ведет к антихристу и его царству». «Утопизмы, выходящие из него учения – это рационально внешний путь, а оккультизм и теософия – мистическо тайны». «Но ведут они к одному и тому же ветхому царству Люцифера». «Илиазм – это более легкая форма той же самой болезни, но уже на теле церкви в первые века». «Полностью исцелившись от этой болезни, церковь снова встретилась с нею и теперь со стороны сектанства». «Истоки оккультизма восходят к тайным наукам халдеев, египтян, индусов и других древних народов. И никто или не праведной жертвой Каина уходят в его глубинные корни». «Жертва Каина – начало лже-культа». «Широкое распространение оккультизм получает средние века и находит самую благодатнейшую для себя почву в настоящее время. Даже народы, долгие века имевшие истинный культ, впадают в страшный грех оккультизма». «Издаются оккультные журналы и книги, созданные общества оккультистов». «Истоки оккультизма восходят к тайным наукам халдеев, египтян, индусов и других древних народов. И никто или не праведной жертвой Каина уходят его глубинные корни». «Жертва Каина – начало лже-культа». «Широкое распространение оккультизма получает средние века и находит самую благодатнейшую для себя почву в настоящее время». «Ну, в первую очередь, связано с тем, недостойная жертва, а во-вторых, убийство. Ваш отец дьявол – человекоубийца. Каин – первый убийца на земле. И это с духовной, с оккультной стороны рассматривается как жертва. Царя Николая убили и понимают, что это была оккультная жертва. Плюс сегодня просили тебя найти, где, где вы молитесь. Там зашли люди, подозрительно похожие, которые на меня нападают. С одного места, который у нас тут взбесился-то. И они матерятся и матерятся там. Роман Фроликов спрашивал, где Сергей, ты как, запечатай их. Прямо матюгами вас кроет подряд, все. И у меня это прорвало там, оттуда, что там есть, потеряевки. С одним человеком. Прямо, прямо показывают они. Угрозы пошли и все. Полный сатанизм пошел. Вот это жертва неводная, а потом кончается убийством. Я не совсем понял, где вы молимся, прорвало, где молимся. Жертвы не обязательно молятся. Приносят молоху, молитвы-то никакой и нету. Убил человек кого-то и, говорит, принес жертву молоху. Войну убивает, это молоху. А там никто и не молится. Убили там 50 тысяч молоху. Так и здесь. Первый родоначальник это Каин. И он на него ссылается. Нет, то я понял. Я про матершинников не понял. Вы сказали, там где молятся, у тебя прорвало, почему не заблокируешься. Вот вопрос сразу. Где должен кого заблокировать, где кто молится и кто матерится. У вас общая молитва утренняя там где? Там. Ты хозяин этого ресурса. Никто там не матерился. Так, Фроликов где? Фроликов и сюда. Где он, Роман? Нету его. Я сейчас смотрел, они там матюгами кроют, там, говорится, этажами идет. Загляни туда. Куда туда-то? Еще раз говорю. Где у вас вот сейчас у нас занятие? А где утренняя молитва называется другое? Утренняя молитва. Еще я третий раз повторяю. Они туда нападут. Они сюда нападут. Они издыхают сейчас. У меня давно такой группы утренней молитвы нету. Я в этой группе молюсь. Там, как-то они другую создали. Никто. Они там без группы просто перекидываются словами. И ко мне сейчас один зашел в ролики-то, а он заходит туда, где смута сейчас идет там. И сразу же начал ругаться. Ну и пришлось сразу скинуть и заблокировать. Это прорыв. Демоны зла вырвались на свободу из преисподней. Можно я это дополню, Сергей, по поводу чата? Там, получается, раньше в нем молились. Называется час «Совместная молитва». И там числитесь вы создателем группы. Написано, Сергей Пупков создатель группы. То есть только вы можете его как бы заблокировать и закрыть. Давайте, дайте мне ссылку на эту группу. То ли я вышел из нее, то ли что. Я сейчас попробую. Может, я вас приглашу туда или как, я не знаю. Сейчас. Давай. Так что, приготовь. Ну, идем дальше. Благодарю за разъяснение. Теософия фактически является утонченным и изощренным язычеством. Теософия тесно переплетена с оккультизмом и магией. Корни теософии также уходят в глубокую древность. Самое ее начало – это ложное мудроствование о Боге, вложенное в сознание Евы древним змеям. Теософия прослеживается в брахманизме, буддизме, каббале. Духом теософии проникнут гностицизм ранних христиан, с которым боролись сами апостолы и святые отцы первых трех веков. Так, через гностицизм, теософия пыталась задушить христианство самым его зародышем. В средние века духом теософии были проникнуты в секты катаров, орден розенкрейцеров, алхимики. В 16-18 веках теософию развивали Парацельс, Бельгий, Ябеме, 1575-1624 года. Его учения – смесь протестантизма, астрологии, алхимии, каббал и теософии. Э. Сведенборг, 1628-1772 года. Ученый, математик, астроном, горняк, философ. Сведенборг объявил себя духовицем и начал толковать Библию, говоря, что ему поручилось делать сам Христос. Иософское учение Сведенберга испытало на себе влияние гностицизма и каббалы. И, наконец, в 1875 году в Нью-Йорке Е. П. Блаватская 1831-1891 года основывает теософское общество. Вскоре центр общества переносится в Индию, в город Мадрас. В трудах ее и ее последователя разрабатывается эзотерическое учение, стремящееся соединить в себе практически все религиозные и другие учения. В основе ее учения лежит буддизм и тайные учения Тибета, Гималаев и Индии. В 1913 году активный член теософского общества Штейнер создает учение антропософии. «Ныне о всех этих учителях и их учениях сбывается сказанное апостолом Павлом, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». Второе Тимофеев, вторая глава, 16-17 стихи. «Некогда восклицал псалмопевец, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Солом 120-й, первый стих. «Но вот народы, будучи столетиями просвещены христианским учением, отвратили очи свои от гор Божьих, от Господа Бога, сотворившего небо и землю от небесного Царства Христа, и стали обращать свои очи к горам земным, Тибету и Гималаям, к йоге и Шамбале. «Отвратившись от неба, обратились к земле, и не видят, что идут в преисподнюю». Вот маленький экскурс к разным народам и религиям, чающим светлого Царства. Вот что пишет Рерих в книге «Сердца Азь». «Мусульмане, Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем положит основание новой эры. Правда, многие мулы, когда вы скажете о Мунтазаре, начнут резко отрицать это. Но если вы будете утверждать и, главное, покажете знания вопроса, они переглянутся, улыбнутся и отложат свои отрицания. Скажут много значительных подробностей. Они скажут, что в Испагане стоит белый конь, уже оседланный для великого пришествия. А в Мекке уже приготовлен саркофаг для будущего пророка правды». Далее следует упомянуть средневековую легенду европейских стран о Граале, его горе, его замке, его братстве и его чаше. В Англии эта легенда тлилась со сказаниями о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Интересно отметить, что легенда о Граале была распространена среди различных слоев населения, но ни один из многочисленных церковных авторов средневековья не упоминает о ней. Это свидетельствует о полной антицерковности легенды. Речь идет об антицеркви. Одновременно с легендой о Граале в XII веке, когда христианский мир Европу вступил в контакт с Востоком, в западных странах появляется легенда о царстве и предсвитере Иоанне, идеальное царство которого находится где-то на Востоке. Слухи об этом царстве не умолкают до XVII века. Известно письмо царя предсвитера Иоанна императору Византии Эммануилу Комнину. Римский папа Александр III посылает даже в 1177 году царю предсвитеру Иоанну легато, чтобы обратить его в католичество. За царство предсвитера Иоанна было принято царство Чингисхана. В средние века предпринимались многие попытки найти это царство. Вопросы попрочитаны, у кого он может быть есть. Идем дальше. Находим мы чаяния в поиске идеального царства и в русском старообрядчестве. Старообрядцы, отделившись в XVII веке от своей матери, русской православной церкви, верят, что где-то есть место и братство, хранящее в чистоте христианскую веру. Появляются легенды о Беловодье, Белой горе, Белом острове, Белом источнике. И однократно предпринимались попытки найти Беловодье. Искали его даже в Тибете и Индии, куда ходили казаки-староверы. Так или иначе, многие сказания и поиски светлой страны ведутся к индийским и тибетским тайным учениям, к гималайским и тибетским горам, к таинственной Шамбале, к ладыке Шамбалы, Ригдин-Джапо или Майтрея к братству Махатму. Тут путь туда через Агни-Йогу и другие индийские и тибетские мистерии. Почву подготавливает буддизм. Назад путей нет. Греческий софист, философит, составил, борясь с христианством около 210 года, житие Аполлония Тианского, дышего в I веке. С этого описания мы узнаем, что Аполлоний Тианский ходил в Индию и был посвящен на хатмане. Аполлония язычники пытались противопоставить Христу. «Никогда еще, — говорит римский историк Вопискус, — не видели человека более святого, более уважаемого, более обогатворяемого, более божественного, чем это существо. Он мертвецам возвращал жизнь, он совершал и говорил поразительные вещи. Так язычество и махатмы пытались противостоять Христу. Так уже тогда, во времена апостолов, действовала тайна беззакония. Пока царствует Христос, она не может стать явной, но подскубные энергии накапливаются. Шамбала действует». Вот некоторые пророчества о Шамбале и Мейтрее из книги Н.К. Рериха «Сердце Азии». Приходящие Мейтрея изображаются со спущенными ногами, символ спешности. Явление Мейтреи сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. «Причем каждый, восставший против Шамбалы, будет поражен во всех делах своих. И волны будут смывать дом его, и даже пёс не придет на зов его». Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. «Сам Владыка спешит, и знамя его уже над горами. Северная Шамбала идет, мы не знаем страха. Мы не знаем уныния. Восставшие против Шамбалы не извергнуты будут. Как кровь отечет, знамя Мантреи, земли нового мира, для затемненных, и как огненное солнце, для понявших». Описывается уже ныне происходящее. День Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы служат великому Ригдинджапо. «Перед изображением Владыки поставлено полированное зеркало. Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Труи сбегают по лику зеркала, покрывают его странным узором. Колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал, где появляется будущее, пишет руну Откровений. Многим живущим являлись Махатмы. Есть культ Майтрея, его иконы и Шамбалы. Есть изображение Майтрея, пожелающего красных садников покорять мир. А Антихрист, его иконы и царство его прокладывают себе путь. Тайна беззакония уже в действии». Апостол Павел наверняка знал тайну беззакония и мог многое о ней сообщить. Но в своем послании он оказал только на существование этой тайны и к чему она ведет. Ныне многое об этой тайне известно, но все-таки все продолжает и далее совершаться в тайне, пока Господь не позволит ей открыться. Потом уничтожит ее. Тайна беззакония, как и тайна спасения, исходит от евреев. Через евреев земля соединяется с преисподней. Проявление этой тайны в иудейском мессионизме, сионизме, капбале, масонстве. Все события истории, все религии в их взаимосвязи и борьбе отражают борьбу света и тьмы, христианской церкви и тайны беззакония. Иудеи пророчествуют и строят свое грядущее царство на земле, свое идеальное царство, противопоставляемое царству Христа. От этого корня питается все древо ожидания и построения царства света на земле. Заснувшая вечером природа проснется только в одни ином. Увядшие осенью растения живут только в году ином. Человек воскреснет только в веке ином. Здесь ныне ожидают нас только ночь, зима, смерть, царство тьмы и ужасов. Далее цитирую. Если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Человек, обратив взор свой к небу, там свет, там царство Бога. Вспросы по прочитанному, пожалуйста. Что непонятно? Ну так вроде все понятно, мир вам, братья и сестры. Что вот в 90-е годы, когда открылись границы, к нам валом приезжали сектанты, такие вот протестантского движения. И они начинали устраивать вот эти всякие шоу, иллюзии. Я не знаю, там, что многое было там, и деятельство от них, там кто-то чем-то истрелился. Но вся эта волна прошла. Но явного там очевидного о том, что сказано сегодня в писании, вы читали. Алексей, не больше двух минут. У нас сейчас время на вопросы. Поднимай руку, следите. Все, все, у вас вопрос какой-то есть по прочитанному? Нету. Давай, Валентина, задавай вопрос. Я вот хочу, Финати Тихоновичу, задать вопрос. Вот об этой беловодии. Когда смотрю документальные фильмы, и вот фильмы про старообрядцев, вот там часто всегда об этом говорят. Вот вы что-нибудь могли объяснить, что это такое? Не знаете? В чем вопрос? Вопрос-то в чем, я не понял. Надо включить камеру. Вопрос-то в чем? Микрофон включите. А, подожди. Выключи, надо. Вопрос-то в чем? Вопрос-то в чем? Объясните, что это такое, ну вот это беловодие, которое все ищут. Это Белокреницкая, да? Да, Белокреницкая, хотели сказать? Белокреницкая? Нет, вот о каком-то вот беловодии. Вот сейчас она читает. Беловодие? Да, Беловодие. Что это такое? Да, это та же самая Шамбала. Это такое, где-то в горах есть государство, где никакого зла нету. И они посылали странников, они ходили в тумане, видели? Но оно потом от них удалялось. Почему? Потому что царствие Божие на земле невозможно. Не скажут, говорит, тут и там. Он внутри вас есть. А вот это у старобрядцев так и было. Они посылали туда, где горы гималайские. И ходили они, и сохранились записи. Конечно, разочарований было очень много, но подходили вплотную и, говорят, прям рядом были. Им так кажется. Да, 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 понятно. Понятно. Ну, это Шамбала, Беловодие, собственно, одно и то же. А вот родители, которые отдают своих детей учиться вот этим йогам и прочим вот... Карате. Карате. Они тоже соприкасаются с этой Шамбалой, да? Да. К тайне беззакония, да? Да. Да. И притом спасти себя невозможно. Невозможно. Ну, вот так батюшка своих детей учит. И учит всему хорошему, как будто бы. А на самом деле человек уводят от Бога, от Христа. Вот у нас конкретный пример. Потеряю, наша сестра живет, Валентина, за Володей. А у нее брат был, у Володи, ну, он зять нам. И один сын, а их только восемь сыновей у него было, Александр Иванович. Он закончил там эти войска десантные были. И ему надо вернуться, он такой, везде драться. И драки зарезали. Все? Понятно. Господь, защита моя. Напрасно бодрствует, страшно, Господь не охраняет. Да. Все. Вы сразу выключайте у себя микрофон. Все, выключаю. Сергей отключит вас. Еще вопросы по прочитанному. Так, читаем дальше. Книга Откровений, 20 глава, 7 по 10 стихи. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из стемницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Толкование. Это пророчество Иоанна тесно связано с пророчеством Иезекииля. Святой Иезекииль видит практически то же самое, что Иоанн, но гораздо детальнее. Пророчество Иезекииля, главы 38 и 39, это пророчество содержит подробную расшифровку пророчества Иоанна. Когда же окончится тысяча лет. То есть, когда наступит последнее время перед кончиной века, сатана будет освобожден из темницы своей. Темница здесь названа бездна. Вот и стих 3. В которую Господь на кресте заключил сатану и ангелов его. И, цитирую, соблюдает в вечных узах под мраком носу великого дня. Но незадолго до дня страшного суда сатана будет освобожден на малое время. Важно отметить, что не сам освободится, а будет освобожден промыслительной десницей Божией. Последний раз ему будет дана воля, и тогда он довершит меру своих беззаконий. Событие освобождения сатаны из темницы является явно тем же самым, что и высвобождение ангела бездны Аполлеона и саранчи из кладезя бездны. В 9 главе с 1 по 11 стих. И выхождение зверя из бездны. В 11 главе с 7 стих. В разных образах Иоанну показывается, как будет освобожден сатана, связанный Христом. И как он через Антихриста создаст свое царство на земле. Сатана выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Обольщение, прелесть, вот яд древнего змия, наступило время последнего укуса. Еще раз он обольстит все народы, находящиеся на всех четырех сторонах света. В западе, в востоке, в севере и юге. Обольщаемые народы, названный Бог и Магог. В значении этих имен пишет блаженный Августин. В переводе таково, Бог кровля, Магог из-под кровли. Как будто дом и тот, кто выходит из дома. И так, это те народы, в которых заключен как бы в бездне дьявол. А по Андрею Кисарийскому, Бог и Магог, суть полуношные и отдаленнейшие народы. Скифские или, как мы называем их гонны, самые воинственные и многочисленнейшие из всех народов. Или же лучше, сами, сими именами обозначаются или собрания народов, или их превозношения. Агог означает собрание, а Магог превозношение. С другой стороны, повествование Иоанна о возмущении народов Гога и Магога весьма напоминает описание пророка Иезекииля о Гоге, владыке земли, Магог. У Иезекииля перечисляются. Гог, Магог, Рош, Мишек, Шувал, Гомер, Пагарм. Пять из этих семи имен мы находим в книге Бытие, 10 глава, 1-5 стих. Среди потомков Иофета. Гомер, Магог, Пувал и Мишек, сыновья Иофета. А Пагарм, сын Гомера, внук Иофета. Интересно еще отметить, что в книге Бытия, 5 стихе 10 главы и в книге Иезекииля, 39-6, говорится о жителях островов. Таким образом, ясно, что это будут и афетовые северные народы. По главе их будет князь Гог. Ими заодно будут и хамитские народы, и фиопляне, и левийцы. Вместе же они воздвигнут брань против собравшегося из России, не Израиля, но найдут себе там могилу. Все это подробно описывает пророк Иезекиил. Иоанн описывает это так, что Стана будет собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Еще это весьма напоминает пророчество о Вавилоне, великой блуднице. Сообразовывая все эти пророчества, можно представить себе следующую картину. На севере от Израиля, среди иохитовых народов, на протяжении долгих веков, выделяется своим могуществом и нечестием один народ, Великий Вавилон. Он становится всемирным центром культуры, торговли и центром могущества и нечестия. Под его знамением соберется множество народов, в том числе и шамиты. В кончину века в Иерусалиме воцаряется Антикрым. При этом он покоряет себе трех царей, а семь других принимают его сами. Эти десять царей, наиболее преданный муж, северный город Вавилон в высшей степени, воспримет все антихристово нечестие. Но между Антихристом в Иерусалиме и его десятью царями, с одной стороны и Великим Вавилоном, с другой стороны, разгорается вражда. «Наконец Бог, наконец Гог из Магога, или Великая Блудница Вавилон, со множеством и афетовых народов в союзе с хамитами, число их как песок морской, двинутся на войну с Израилем, где он будет царствовать их. В Израиле все эти народы во главе с Гогом найдут себе могилу. Там настанет их божественная кара, огонь с неба, серо, всепотопляющий дождь и каменный град. Это можно также отождествить с битвой Армагеддон. В это время на севере кара постигнет и сам город Вавилон, который падет и будет совершенно уничтожен». Такая картина этого последнего великого возмущения народов представилась нам на основании сопоставления текстов. Рок и языки, глава 38, 39, 8, глава 17, 18, 20 и 7, 9. Хотя, конечно, как оно все это конкретно будет, это мы можем видеть только как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. В 1 Коринфянском 13, 12. Точно же это будет известно только тогда, когда оно все осуществится. Когда все это увидят лицом к лицу, сейчас же мы можем точно утверждать только, что будет воцарение Антихриста, бездна беззаконий, описанных Писанием, великое возмущение народов и падение Вавилона. Иначе еще стан святых и город возлюбленный означают христианскую церковь. Псаном святых церковь названа как воинствующая против всех сил греха. Зоновый микрофон выключите. На церковь будет в кончину века воздвигнута всеми народами великая брань. Как песок морской будет число восставших на христиан при Антихристе. Но христиане, с одной стороны, очевидно, не оставят воинственного положения, потому что названы именем стана, говорит блаженный Августин. Стан святых будет тогда вести великую брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Христианам 6.12 Апостол Павел говорит «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Христианам 6.13 «В церковь есть и город возлюбленный Вышний Иерусалим» Галатам 4.26 «Место особого пребывания и жительства Божия». То, что враги Церкви Христовой вышли на широту земли, означает повсеместность и вся въемлемость последнего великого гонения на христиан. «Они окружили стан и внешне дано было ему вести со святыми и победить их». Церковь Христова и ее исповедники будут со всех сторон окружены врагом и со стороны государства и внешних сил, и со стороны ложных учений и мистерий. Для этого, братья, чтобы противостать в день злой и все преодолев устоять, будем сейчас облекаться вовсе оружие Божие и готовиться к великой брани. Враги окружили стан, взять же его они не смогли, не допустил Господь. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Таков конец врагов». «Это подобно, как, цитирую, «пролил Господь на Саном и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба». Битая 19 глава 24 стих. «А также, как через Илью пророка огонь Божий с неба попалил посланных нечестивым царем Ахавом». Четвертое царство 1.10. «Пророка Иезекиилю Господь так говорил о гибели плочищ Бога и Магога, Иру. «И пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющие дожди, каменный град, огонь и серу». Иезекииль 38.22. В апокалипсисе это событие было описано так. «А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». После описания гибели прельщенных описывается гибель и премстителя. «А дьявол, прельщавший их, свержен в озеро Огненное и Серное, где сверил же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Так священное повествование Библии дошло до момента последнего поражения и окончательного вечного осуждения дьявола. Падение, начавшееся низвержением Люцифера с неба на землю через архангела Михаила, завершилось, достигло своей последней точки. Начавший на небе у престола Божия попадает в озеро Огненное и Серное, то есть гиенна Огненная или смерть вторая, причем дьявол, как и зверь Антихристи, уже пророк, все трое попадают в гиенну без суда, еще до самого страшного суда. Антихрист и лже-пророк, первые обитатели гиенны Огненной, встречают теперь своего пораженного господина дьявола. Так, у меня вопрос. Игнат Тихонович, слушайте вопрос, прочитаю еще раз. Антихрист и лже-пророк, первые обитатели гиенны Огненной, встречают теперь своего пораженного господина дьявола. В Ветхом Завете мы читаем, что Господь живьем в ад вверг Стофана Корея и Аверона. Получается, они первые в Агу, а здесь говорится, что первые это уже пророк и Антихрист. Вот как вот это недоразумение растолковать? Недоразумения никакого тут нету. И когда говорится, Христос воскрес первенец из умерших, да как первенец-то? Вдова наинская, там воскресил Христос, дальше Елисей воскрешал. Первый, который будет иметь бессмертное тело. Тут надо добавить-то. А так-то воскресало сколько людей? Это ни один и ни два. Так и здесь. Временное нахождение и вечное. Это пояснение дается. Как говорят, имей веру хотя бы с наперсток, хотя бы с горчичной зерной и в горе скажешь, сдвинься. А у меня большая вера, а я не могу даже наперсток сдвинуть верой на столе. Вера двух сортов. Вера спасительная, верой во Христа приобретаем жизнь-вещь. И другая вера чудотворная. Когда сказал, и вода в вино превратилась. У меня вот такой веры нету. А для спасения данной веры, это надо знать, о чем речь идет. Вот и здесь точно так же. Первое, но это еще не окончательно, еще будет суд, они выйдут. Там уже уйдут окончательно и никогда не выйдут. Я так примерно и представлял. Благодарю. Слава Христу. Можно вопрос задать? По прочитанному. Можно. А пока еще 3 минуты у меня. Читаем дальше. Так, Сережа, позволь, объявление сделаю. Сейчас на вас будут нападать, кто ходит на занятия, вас они уже высчитали. Всячески будут поносить и Сергея, и меня, и других, чтобы не было занятий. Вы дайте достойный отпор. Как? Молитвой и постом. Не ругайтесь с ними ничего. Это отребие земли. Это люди, которые у нас рядом с нами были и отступники сейчас. И они подбирают все, что можно. Прямо выше на открытую бесовщину. С угрозами, с матерками, куда что делать. Все попрали. И святое крещение, и причастие. Все попрали. Так что будьте осторожны и приготовьтесь. Уже началось. Уже сегодня они заходят. Мне и по телефону, и все. И вот вышел один, сейчас только. И начинает. И гляжу, лежит. Все-таки вышел. И сразу матерками начал. Ты ну что, заблокировал, и отошел. Все, отошел. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, правда ли, что вот Америка похожа на блудницу с чашей переполненной медицей? Так, Никита, подойди. Еще раз повторите. Еще раз скажите, пожалуйста. Правда ли, что схожесть очевидная по жизни и истории, что Америка похожа на блудницу, сидящей на звере чашей переполненной виномерности? Это кто? Он думает, что это не Москва этот город, а именно в Америке есть великая блудница, сидящая на... Ну, вы можете, мы этот вопрос уже обсуждали. Страна? Нет, это не страна, город написано. Город, имеющий власть над страной. И мы говорили, никакой город в мире не мог претендовать на это. Он сам на это ставит. Специальное общество есть, которое называется Третий Рим. Москва. Сегодня. Именно сегодня есть и на Афоне, и везде. Никто на эту роль не претендует, только Москва. Ну и остальное. Какой город, какое учение. От него все обогатились. Ни от одного города не обогатились. Только от Советского, так сказать, от Москвы. Не сходится ничего нигде. Только на Москве сходится. Мы тут разбирали около десяти признаков. Все до одного сходятся. И название это Секретарь. Везде Секрет. Это тайна. Секрет тайна. И в этом зашифровано. Но сейчас люди, я сейчас поясняю. Боятся шестерки. Там написано, у кого есть мудрость сочти. Шестерки-то что считать-то? Это в буквенном выражении, что означает буквой. Она имеет значение. Буква А, Б, В, это 1, 2, 3, Р, 100, С, 200, Т, 300. Вот. И складывают, когда Кесарь, Нерон. Это, видимо, по-латински. И получается 666. А они, эти люди, сегодняшние, их иначе не назовешь, как Путин назвал, говорит, Россия для русских. Это, говорит, только умалишенные или придурки, говорят так. Так и эти люди. Или умалишенные, или придурки. Шестерка никакого отношения не имеет к Антихристу. Никакого. Это зашипровка под шестерку. И вот это что? И на нэн, это что означает? Это для налоговой, для налоговой. Оно к месту и нужно, чтобы легко было высчитывать. А они от страха убивают, что сатана ложным путем толкнул людей, они там бьются. Все. Я поясню, пожалуй, вопрос. Америка, она по духу схожа с этой Москвой. Городом. То, что сейчас она распространяет свое влияние, вот эти санкции там всякие, все везде лезет, указывает всем. Все нервности, весь разраб по миру распространился именно из Америки. И политическое извращение то же самое. Ну, как бы, вот я хочу смотреть. То, что Москва, мы согласны. Вот то, что вот она... Да почему вот вы считаете, что из Москвы разрада нет? Как? Разврату? Про разрад ничего не... Ну, все равно Москва... Разрад духовный, духовный. Надо поплавать. Все по-земному понимаете. Замой разрад. Крой Ксения, подождите, я ведущий говорю. Не перебивайте. Игнать Тихонович, вот в... по духу вот этот вот разврат американский, вот они говорят, ну, а там, ну, что там, и по словам разврата, мы же проходили там где парады, там вот это, нечестие. Ну, коротко, коротко, Сергей-то поясняет уже об этом, говорит. Это и в духовном плане развратное учение. Бога нет. Такого не было ни в Америке, нигде. Нет. был такой путешественник, Плутарх. Он очень много путешествовал еще в древней Греции там. И он вернулся домой и говорит, я обошел практически весь мир. Ну, Америки не знали еще. Я нашел города, у которых нет стен. Я видел государства, у которых нет границ. Я видел народы, у которых нет денежной системы. Но я нигде не нашел такого дикого и грубого народа, который бы не верил в Бога. Не важно какого. Дикого и грубого. А тут целое учение, коммунистическое учение. Вот перечислял которых, он бы сказал еще и о коммунистах и о фашистах, но он не сказал, потому что писано было при советской власти. Он воздержался. А в шифровом он увидит, а что и говорить. И так понятно. Если Наполеон в это входит, то ясное дело и Гитлер входит. Он так и назывался Рейх. Третий Рейх. Тысячелетнее царство. Он так и называл Тысячелетний Рейх. Антаузен Яргес Рейх. Вот и все. И кончилось. И советский-то навсегда, навсегда и вдруг рухнуло мирным путем. Поэтому срок не вышел. А это только притечи. Но ни один из них путь в небо не закрыл. Верят в Бога везде. И развратного учения ни от одного государства такого не было. Как Москва везде насаждала атеизм, атеизм. Атеизм это уничтожение классов. Это сотни миллионов людей уничтожено было. Не десятки, а сотни. Вот и весь ответ. Поэтому только по этому вопросу. Ну а Дональд Трамп хочет сделать столицу Израиля и Иерусалим. Так, я вам ответил. Да тут спора нет никакого. Вы или приняли или не приняли. Ответ дан. В диспуте не вступаем. Потому что ну не знаете. Там написано сидит на семи холмах. На семи горах. Иерусалим не на семи горах. Уже сразу выпадает из этого реестра. Евгений Трапко вам слово. У меня вопрос. Вот в православии есть из-за того, что повышенное почитание Богородицы есть как бы такие явления Богородицы. В протестантизме нету такого. Я не встречал. И вот как бы Богородица явилась. И вот какое-то некое послание духовное идет. Насколько можно всему этому верить? Нисколько. Нуль. Допустим. Нуль. Женя. Вспомнишь как это собачье сердце? Зина, в печь. В печь этот календарь-то. Никакого. Псалтырь Богородицы все это фальшивка. Там ни в церкви не считается этого нигде. Ни автора никого нету. Вопреки Писанию мы сравниваем с Библией нет ничего. Анафема. Если будет говорить не то. Галатам 1.8. Ну. Псалтырь это понятен. А вот есть вот явление вот явилась Богородица и вот насколько можно этим всем явлением верить? Потому что если Христос ты можешь не верить никто не заставляет. Но только если ты увидишь что вопреки Слово Божие ты заранее знай что это не от Бога. А почему она не может ебить это? Может и не показать. Мы молились дорогой чтобы она нас покрыла и она нас покрыла и мы прошли там где прямо на нас шли люди и вдруг скрылась нигде никого нету. Мы проехали это не 2 километра 120 тысяч. Разное было. То есть получается если кто-то мне говорит вот там то там то явилась Богородица но если то послание духовное не сходится с Писанием значит я не верю. Не верь. Будет говорить не то. Галатам 1.8.9 Но если ему было и не вопреки Писанию пусть он верит мне не было у меня не было ни одного видения ни одной минуты ни одного голоса я никогда не слышал. Мне это не надо. Я понял с первого дня. Иудеи требуют чудес. Иудеи. Они требуют дай чудо. А елены ищут мудрости. А почему ищут? А мы проповедные Христа распятые не идут на проповедь. Вот сейчас там Берес проповедные проповедные что-то проклинают патриарха а ты делай свое дело. Они не идут на благовестие поэтому души свободные. И сатана там клепает что хочет. идите на благовествуй. Когда бесноватого Господь исцелил и он хотел пойти а Господь говорит иди и возвести иди домой и возвести так он домой не пошел и он пошел по городу. Вот это настоящий христианин. Вот и все. Я с тобой пойду Господа. Не надо иди проповедуй. Ученики давайте кущий сделаем. Там внизу беснуются. Там бесноватого привели. Идемте вниз. Мы нужны народу. Вот так надо рассуждать. Вот тогда преображение в душе наступит. Мир вам, братья. Сережа, скажи, что любые вопросы могут задавать. Это роман фроликов. Давай, Роликов. Вот сейчас да-да. Вопрос вот сейчас прозвучало. Иудеи ищут чудес, это понятно. А Елены ищут мудрости. И вот поэтому у меня вспоминается сейчас вот такой появился телеканал Спас. но как бы новый теперь по-новому они там у них новый директор Борис Корчевников. И вот они приглашают там разных ученых людей и с ними беседуют. И вот священники, я вот им пишу даже в комментариях и там что-то мало пишут. в основном конечно лицемерят им там хвалят их. А я им пишу, что вот вы слово Евангелие не говорите слова Евангелие. Вы с ними спорите как там вот они как с учеными. То есть сотворил Бог мир, не сотворил Бог мир как доказательство это не доказательство. Вот вот это есть мудрость как бы то что Елены ищут вот доказательство. Это ты забыл. Иудеи не ищут мудрости а написано требуют. Ты считай правильно. Это ищут мудрости греки Елены. А иудеи требуют буквально за грудки берут дай нам чудо. Какое наш чудо? Он говорит не дастся другого кроме знамения иона пророки. Они требовали знамения покажи нам. И ты говоришь о ком ты туда не ходи. Ты увидел такие люди не знают ничего. Зачем там сидишь? Ты написал они не примут им не надо. А вот называя себя мудрыми обезумели. Называя себя мудрыми обезумели. Вот и все. Вот к ним этот стих относится. И ты отойди руки и говоришь вымой и больше не слушай и уши промой. Да. Спасибо Христос. Но я пишу как бы для тех которые там заходят тоже это смотрят читают чтобы они знали видели что вот как нужно то есть нужно что говорить о слове Божьем. Вот. И я вижу что они как бы ну они читают тоже сами читают. Ну в общем так. Один раз сказал заранее вывери что сказать чтобы тебя не сказали ты ладно отойди. Ты умей сказать в несколько секунд. Так говорит Господь остановитесь на путях ваших. То есть узнайте где путь древний путь добрый по нему идите а у людей путей много. а вот мой путь Господь один путь я есть путь истинной жизни Иоанна 14 6 И ты сказал отойди они не примут они по интересам сходятся как в Англии там особый клуб по пивным кружкам по рассуждениям то есть разное у нас интересы по одному быть со Христом у ног его сидеть как Мария по Слава Христу кто-то матерился ты писал мне это Сергей Пупков должен закрыть этих людей это он владелец этого ресурса да не закрывается я уже не владелец а кто я могу только выйти нету такой удалить группу ну значит надо придется выйти и выходить оттуда я могу и я могу ее только не совместная молитва назвать молиться надо это люди и просто они посланы люди эти посланы вы запомните посланы они сейчас группируется вместе сотворить пакость какую я это знаю и кончится для всех очень печально надо мне кажется назвать лучше выход все вы выходите оттуда так вот то есть это группа взломана выходите из нее все вот так то есть предупредить людей что это взломанная группа сюда проникли разбойники она взломана вот так перемену и всем выходить отсюда у меня прав нету ну что такое группа взломана всем вы выйти отсюда она знаете тихо нич можно задать вопрос давайте на стихо еще вот смотрите европа западная да она в прошлых летах так люди рассуждают было силена евангелием от апостола павла вот начиная с рима и греция и сюда ближе к западной европе так вот сегодня вот эти протестантские лютеранские церкви они полностью пустуют люди уходят из-за того что священницы стали руководить священники один гей другой лезвии это вот как это вообще понимать а что понимать если это сектанты где-то это все от масонов туда не заходи и все меня часто спрашивает а почему вы не бунтуете вот у нас идешь там такие баннеры надписи там женщины там голая там лежат и всяко а я говорю я не видел я не видел я шел по улице творил молитву глаза не поднимаю на меня это никак не действует чё ты хватаешься за все им это нравится они это делают люди от мира говорят по-мирски и мир это любит не подходи проходи мимо как феофан затворник говорит едешь через торжеще но 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 на лошадку да скорее проскочь и все понужай ноги то свои перебирай ногами отойди не заходи туда и не думай там что я пойду скажу и остановлю нет ты определить говорить или нет главный вопрос говорить или молчать я не знаю сколько но скажу что намного больше половины ты вымолишь у бога ответов молчать пройди мимо игнатий бричанинов об этом говорит не помысли немощной рукой задержать этот поток нечестите тебя просто смоет дана тебе власть над толпой или не дана весь ответ это редкий редкий дар который бог дает так чтобы бунтовали и вдруг вышел верующий сказал слово бросил толпу и все бы замерло если ты этого не испытал ты не знаешь о чем я говорю тысячи людей тысячи и господь это чудо дает людям в современном мире сейчас именно так вопросы если вопросов нет сергей поведет дальше занятия до полчаса а игнатий тихонович еще роман фурликов а вот по поводу елены ищет мудрости это подробнее как понимать ну а елена речь шла не только о греках а это все кроме иудейского народа до в мире если не знаешь запиши 2896 наций языков у меня немножко устарелые данные сегодня больше найдено там где-то в джунглях есть такие народности всего 100 человек осталось и однако в елены входят все этой кроме евреев там так разделение дается и елены не надо так именно думать о грехах только они ищут как ищут это школа университеты создают там узнают как бы их богаты мы вчера только я вот сегодня утром мы считали умер кажется в дании один миллиардер он входил в десятку самых богатых людей планеты а какое отношение к нам не имеет большое впервые я в своей жизни увидел то него 64 миллиарда евро сколько он помогал там конца нету но главное что как он жил экономно его называли скрягой он готов это лучше чем расточитель у него какое-то кресло дома 32 года и жена говорит ну все замузлено ну можно помыть готов он еще хорошая крайне скромно какая еда где он останавливался в каком транспорте все миллиардер богатейший человек в мире и так экономно а премудрый серах говорит 19 глава 1 стих него что ставящий малая него что мало по малу придет в так а им учебу это экономит евро миллиарды тебе чтобы понять что это означает я тебе скажу это вот один миллиард это около там среднем так 15 тонн золота 15 умножить на 60 это состав золотом а он есть скромно и говорит что он есть когда и как ездит где ходит какую одежду носит с рук почему это главное мне отец дал я научился и детей своих так научил и вот он умер на девяносто первом году говори еще я там вопрос задал написал вопрос учат еще не слышно ты его скажи а не напиши прям щас скажи я плохо говорю упаду вопрос скажите пожалуйста у нас когда кто умирает когда скорбят 40 дней не бреются и не стригут волос 40 дней это что какая-то ересь нигде такого не видела после 40 дней бреют бороду я знаю только вот есть такой шариат это как у нас домострой у мусульман то но его хоронить уже он лежит мертвый а кто-то говорит а он год бороду стриг меньше 6 сантиметров у них правда стражи исламской революции зашли замерили а у него только 4 сантиметра а положено 40 ударов ему ноги оголили и мертвому 40 ударов палкой дали вот они любят как дисциплину придут кто-то другие нас научат этому описание говорит вникая в писание иисуса новина 1 глава 8 стих дабы в точности исполнить написано в точности у нас это сейчас никакой роли не играет а знаете как это здорово когда в точности то это легко жить все знают друг друга приготавливает как крещению кого-то в точности сейчас пост будет вот прощено воскресенье 7 недель поста ты попробуй не так что я первую неделю последнюю пощусь многие так говорят а янзатаус говорит у царя 7 дочерей и ты почти первую последнюю а остальных пренебрегий ему понравится царю нет вот так что интересно великий пост вот кто не знает я скажу 7 недель но суббота и воскресенье постом не считается потому что разрешается растительное масло остается 5 дней 5 и 7 35 и в году только одна суббота впастятся перед пасхой 36 и с вечера до утра половина тридцать шесть с половиной а в году 365 дней запятую перенеси три шесть с половиной и газетаус говорит бог потребовал десятину себе времени вообще глубина это даже составить так нельзя ты начни постить и ты увидишь как радостно как феофан затворный говорит четыре причины выставляет что когда надо я сам попощусь другое дело это вредно себя и проще а то не хочу вот это не хочу горит главное но когда умрешь и тебя демоны в ад потащит хочу не хочу а пойдешь просто и понятно и детей своих научите там если вы православные посты строго надо их соблюдать вот у нас бабушка была на после четверга пятницу субботу уже это никогда не ела ни пила не ела деда одного тут знали что интересно я его сам не встречал трудная работа рядом река и бред бревна и он бревна крючком вытаскивал старик попробуй вытащи бревно один и пилил и дрова продавал а питался один раз воскресенье просорами и до следующего воскресенья и за весь пост у кого него получалось 7 раз обедал 7 раз ровно неделю в рот не брал вторую третью седьмую какую бог силу то дает а я вот если один день попащусь а у меня все пересыхает обезвоживание все судорогами стягивает но мне в морозилке держали это я не могу ну не могу и поэтому и спроса нет поэтому я вам воду пью так все девять минут еще кажется почему у вас мало вопросов у меня на сайте я отмечаю в университетах сохранившиеся 4124 вопроса было которое потом пришлось разбить на пятьдесят пять тем папок на тихон печь да роман фрориков конечно елены ищут мудрости это что значит что они ищут что это такое мудрость по еленске как они ни в чем охоте не проводили время как слушать что-либо новое друг от узнавали а сейчас все учат вот что будет если солью посыпать по углам солью посыпать по углам да ничего не будет а посещаемость пять с половиной миллионов ролик а там ну пять минут бабка сыпет где-то но смеются над людьми там ничего ничего нету или как почистить сковородку полтора миллиона я выставляю пропытия на златоуста семь человек но еще мудрости во всем мудрости не в том что познание природы это необходимо человеку все-таки соприкасаться познать и как бог велик а мудрости в разных учениях вот это была медитация кришнаитство там чего только не было белое братство вся мерзость стекла сюда и откуда главное с украины поставщик всякой заразы украина вот это что мочить не крестить бритые что венцы держат над головами на голову когда бращащиеся не надевать а все с украины все абсолютно всякой стали пристанищем всякой мерзкой птицы то всякой ереси то есть можно вот сказать что те люди которые вот очень разговаривают там священники с учеными им доказывают то есть они как раз ищут мудрости не слово божие я не знаю я говорю про то что ищут они не того а знание это она если божественное смотри как прославляет давид открой 150-й псалом и везде о небе о звездах астрономию надо знать это большое дело детей этому приучить ботанику знать орнитологию про насекомых про животных про зверей это познание божьего величия они другой мудрости ищутся человеческое что придумали вот обливается холодной водой иванов там порфирий корнеевич паршек можно задавать вопрос да скажите пожалуйста во время поста можно ли слушать православную музыку можно ли слушать музыку православную вот ну такого в канонах нигде нету если она православная вода музыка да я такой музыки много-то и не знаю у католиков больше там себастьяна баха страсти по иоанну страсти по матфею там больше там там 5 симфония битхоина там можно что-то взять я не знаю или одинокий пастух вот прекрасно звучит но все одевается в черное и думаю что нужно заниматься другим может быть воскресенье но нигде канонов на это никаких нет главное время посвятить молитве милостыни с милосердию служение ближним я сказал что не запрещается но вы сами посмотрите великопесная тогда в церкви то и поется запишите что правильно было и может конечно церковно там ныне отпущаешь и раба твою там господи владыка живота моего да мало ли что великий пост великопостное пение она особое пение каждый день хочу слушать ножка так что то там все так тут я хотел сказать сегодня есть люди которые больше любят ложь нежели истину и они теперь ищут и нн везде шестерки не верьте это бред шестерка никакого значения не имеет и нн никакого значения на спасение не имеет а вот пластиковая карточка это очень удобно ничего нету это сатана их мучает ложным путем толкнул они там где-то бродят а город открытый всякие лживые учения там злобой переполняются ты трудись для бога ты хочешь узнать отношения посмотри священно начале московского патриархата ответил и ответил абсолютно правильно теми словами которые я говорю вы по этому вопросу поэтому нам не надо шибко высоко уменьшить так все если все то сергей выводи на молитву это я по этой совместной молитве посмотрел и ничего там не нашел я группу эту переименовал в общем так это роман николаевич проликов знает где я видел это прямо тюгами кроет и даже анастасия сказала вы кто там руководить то и чтобы убрали это все вот переименовать у меня ее получилось а выкинуть там все как я могу блокировать людей которые это делают просто блокировать не могу заблокировать я не понимаю это но на меня вот они вышли сегодня матюгами я вас сразу заблокировал больше его нету они давай по телефону по телефону но здесь я никите дал он тоже заблокировал больше нету за короткое время несколько минут девять раз позвонили они бога не боятся и их натравливает буквально всех сегодня это человек который был нам близки близки и вот так случилось с ним такая страшная беда беснование началось и все демона туда слетелись я уж не называю чтобы еще больше беды не было прямо призывает к насилию я не знаю я не знаю я романа я вчера не просто вчера его заблокировал я его просил бы не присылай мне больше не пожалуйста ничего я ничего не читаю а он все шлет и шлет ну и когда вот он последний материал который мне прислали в городе это вот он мне прислал где он пулит там всех и вас подряд а потом так как еще один вопрос можно две минуты у нас есть вот скажите пожалуйста вот у меня есть друг вот в отборке это так как с ним часто ссоримся из-за веры мы с ним живем в одной комнате в общежитии вот как микрофон далеко ничего не слышно я переведу я переведу тихо говори я говорю у меня друг есть баптист и мы живем с ним в одной комнате в общежитии и он как сказать у нас постоянно с ним такие разногласия и как сказать ну мы один одного любим так немножко пощекотать вопросами и так доходит ссоры вот я вот как быть мне вот дальше вот так с ним не хочу просто ссорить живет с баптистом у них бывают споры по поводу веры не надо спорить не надо не надо это неправильно как поступить он спрашивает никак молитесь ему скажите вопрос этот вот здесь ты можешь просчитать если ему надо оттолкните его на наш сайт просто не разговаривайте и молитесь и тогда будет успех а люди ставят заранее априори как говорят победу а победа нам не нужна нам нужно знать волю Божию говорить или не говорить тебя он трогает а ты не стань на молитву и кланяйся молись победа будет на сто процентов на твоей стороне будешь говорить он тебе будет застарять мозги тебе они хорошие баптисты это из всех сект они самые близкие к православию им только принять вещение о троице о церкви каноны взять и все спаси Христа слава Иисусу я знаю с ними я 55 лет с ними нет троицу же они признают но троицы признают слава Богу теперь чтобы было у них рукоположение от апостольских времен чтобы они стали церковью а остальное там через патриархат все остальное там решается это было вот когда в Америке там пришли Питер Гилквист возвращение домой книга 2000 баптистов и они тогда разделились ты будешь заниматься по Божьей Матери а ты по рукоположению а этот по церкви на год расстались и везде по библиотекам вернулись когда до комынии церковь вовсе и 2000 человек сразу пришли в православие книга вышла в интернете зарядите Питер Гилквист возвращение домой книга они живые еще все вот таким путем надо идти спорить не надо есть такая хорошая книга очень ну а вы с ним выйдете по скайпу с баптистом и мы побеседуем с ним может быть будет польза какая он боится а боится ну тогда все уже белый флаг выбросил с ним разговаривать уже не надо он все несколько раз просил чтобы он вам позвонил а он не будет как бы называть еретиком там все такое сначала выдумывать вот смотрите Гаврилл стоять вы все равно где-то бродите еще что-то не все ничего такого боится что будет называть еретиком от баптиста поэтому не выходит ну хорошо хорошо если ты еретик я тебя как должен назвать чего ты боишься они обходят это слово это сатана вокруг крутит если еретическое учение то мы и должны это сказать как вот так называемые свидетели Еговы свидетели сторожевой башни они Христа Троицу не признают как адвентисты седьмого дня души нету ада нету ну как это ересь еретика после первого второго разумления отвращается первое второе дальше уже не разговариваю почему они развратились будущее самоосуждены он себе сам вынес приговор он не избран не избран его в книге жизни нету и он ничего не может принять я говорил ему ты еретик а он говорит почему ты так думаешь ну вы не говорите больше ему еретик не говорите надо узнать выведите его сюда я ему покажу где ошибка что его удержит может Господь помог бы как-то пусть не боится я его не буду назвать еретиком скажу еще раз давайте помолим и он что он достойно есть какого истину вложить и богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога наша честь и истинная и истинная истинная богослово рожжую сущую бога родицу хранил хвала тебе истинная 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 благослови господи отца геннадия который составил это столько труда положил и все доброе что мы слышали научи ценить благодаря тебя за веру этот дар неба найди наших родных и близких которые не знают тебя пролей милость на врагов не дай им погибнуть в этом ожесточении просвети их разум тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь аминь инатий тихонович можно еще у вас на 5 минут спросить в общем мы читаем каждый вечер евангелие новый завет и к нам люди по телефону как бы присоединяются и читают вместе с нами по толкованию отцом и так далее и вот мы спросили у нашей пожилой родственницы хочет ли она с нами как бы читать она согласилась вот и мы несколько вечеров как бы с ней читали она слушала а потом в один из последних вечеров она прервалась и говорит можно я отключусь мол мне пора спать но мы ее отпустили она на следующий день звонит говорит больше я с вами читать не буду я потом всю ночь не могла заснуть не могу в общем все в голове крутится а я стала думать почему она вдруг отключилась до этого все нормально было мы читали из Луки главу про изгнание бесов когда Христос изгонял бесов и те его обличают мол что он это вельзивула силы делают я подумала что раз она ну не верующая недостаточно верующая ей наверное страшно от этого стало и она как бы ну боится об этом слушать оно потом ей всю ночь эти бесы думаются ей в голове и вот одна сестра мне говорит что с ней значит о таком читать не надо а мы читаем подряд главы я говорю ну это человека проблема как бы он боится значит ему и про ад нельзя читать он тоже будет бояться в общем действительно ли есть такое что с людьми что-то нельзя читать из Евангелия ну мы должны помнить когда кто-то кричал зачем ты пришел прежде времени мучить нас вы знаете кто-то кричал бесы кричали в человеке бесы кричали значит у этого человека бесы в нем или пленен он ими они боятся а человеку-то чего бояться-то у него признание никакой причины нет отсюда не избегнешь наоборот надо радоваться где восторжествует полная справедливость это значит вопрос слова проблема я никогда не употребляю это не хорошее слово не наше а нерешенный вопрос для него нерешенный вопрос где она будет веры нету бесы оккупируют они и боятся они тащат человека только так вопрос не в ней даже что она открыла двери им бесы кричали пришел раньше времени мучить нас а господь то беса никто и не видел кричал то он через человека а сколько тебе имя легион а легион даже ну по римской единице две тысячи две тысячи а если брать цифру арифметическую это сто тысяч так вот и решай в этом пределе сколько их там было в одном человеке невероятно а когда считаем книгу царств и один демон вошел во всех порохов один во всех вошел а здесь регион в одном ну значит так и есть раз на раз не сходится хорошо спаси христос аллилуйя такое вообще очень часто встречается мне по крайней мере начинаешь рассказывать людям оба ади ну вот кто вообще ничего никогда не слышал ой не говори я этого боюсь я потом спать не буду это вообще ну повсеместно не хотят как раз это цель и добились что спать не надо молиться надо она поняла правильно но нам говорят у вас какая-то вера злая то нельзя в карты нельзя у нас дедушка бабушка всегда играли в лото там еще что-то у вас вера такая у нас вера какая христова вера целомудренная вот сейчас говорят у мусульманок там 100% девственность сохраняется до брачной ночи так и было всегда интересно там я сейчас не могу назвать точно но не гальдер только там видимо по восточным областям был поставлен от гитлера и он сделал говорит там памятную записку послал что вот проверяет которая приезжает гинекологи и оказалось в возрасте до 20 лет пленные ну там на работу гастарберт арбитер брали их девушки я сейчас не могу сказать но где-то 90 с лишним процентов девственность это невиданное ни в Германии нигде он говорит такой народ непобедим его победить нельзя почему за него бог он абсолютно точно сказал и гитлеру это написал это цитирует но я не называю не помню его имя даже но это точно уже именно такая причина а ну замужем она не замужем сегодня уже 50 процентов 13 годам нету а уже и школы выходит почти никого нету блудницы на букву б все спасибо христос аллилуйя так что нет вопросов больше это я в марине скажу Сергеевой ты сходи там к людьмиле утеши обними и скажи людьмила мы тебя помним смерть или жизнь все в руке господней мы тебя твое имя святое произносим перед богом ежедневно мы не забываем вы нам сказали она была и мы сразу это приняли она дело это в том что уже не встает и 3 дня назад она уже стала пить по пол таблеточки обезболивающих до этого не брала у нее метастазы пошли по всему телу и у нее очень сильный отек вот уже третий день ей приходит ставит капельницы значит она в туалет почти не ходит по маленькому она говорит куда чего дается и вот сегодня усиленную капельницу ставили я очень часто у нее бываю она то есть не может лежать не может сидеть не может ходить она лежит ну как бы в сидячем состоянии только спит то есть она никак не может у нее все тело клеточка болит я хотела спросить у вас может быть вы знаете какой-то рецепт от ну то есть у нее водянка по всему телу уже пошла руки ноги все-все вся левая сторона вообще очень сильно такие были болящие во времена иисуса христа нет ничего нельзя врачи не могут ничего сделать а я что могу только благодарение только благодарение ну слава богу она да спасибо христос за вашу молитву да иисусу молитву скажет повторяйте себя пока довольны ничего уже не сделаешь ну она слава богу не унывает как бы она держится крепится молится акафисты читает то есть евангелие читает ну поскольку ну насколько у нее хватает сил в основном она говорит это в основном вот сидя она потому что она уже стоять не может все она дома еле-еле понятно так передай ей я обязательно передам от вас да мы в одном храме были ну там пели они уже после богослужения а священник говорит вот сейчас из хора одна вышла вниз вы видели я говорю видел женщину такая приятная так она вышла говорит перебинтовать у нее рак грудей и там все течет говорит она перетянется все и поет и никто не знает она даже виду не подаст тело разваливается вот бог дает такую крепость женщина и мы это запомнили вот она тоже у нее прям на шее прям вы знаете вот такие вот шишки то есть черно-синющие такие то есть у нее прям вообще прям скулак вот такой вот уже все это висит у нее вот значит везде все это выходит и она слава богу терпит да дай бог терпения мы так и молимся до терпения исцеления так вопросы спасибо Господу аллилуйя Игнатий Тихонович это Роман Фроликов а вот если у нас вот бывает часто вот мы у нас занятия в пятницу как сейчас и бывает в пятницу же тоже вечером получается как бы накладывается занятие на богослужение потому что священнику вот ему так удобно не в субботу а в пятницу а в субботу он в другом храме служит вот и вот что выбрать богослужение или изучение вот но богослужение соответственно и в субботу утром будет и вот вечером в пятницу ну если в субботу два богослужения тогда приди на занятия в субботу одно утром только а вечером в субботу он служит в другом храме ну так в пятницу ты же сказал что вместо субботы не в пятницу да ну да в пятницу на занятия придя в субботу утром пойти на богослужение это еще не потеряешь спаси христос слава христу аллилуйя так все ну давайте прощаться с богом с богом